Здравствуйте, дорогие мои! С Вами снова Людмила Вдовиченко. Сегодня мы будем вязать вот такие вот ягодки и вот такие ягодки. Большие ягодки мы будем использовать вот в этих вот завитках. А маленькие ягодки мы потом будем использовать вот в этом цветочке. Итак, начнем вязать непосредственно сами ягодки. Крючок у нас 1.05 Набрасываем его на крючок ниточку. Делаем первую петлю. Теперь делаем 6 воздушных петель. 1 2 3 4 5 6 Соединяем наши петли в колечко. Теперь нам нужно провязать в это колечко 60 столбиков без накида. Можно провязать немножко больше. Если у Вас дырочка вот здесь не закрылась, можете провязать на несколько столбиков больше. Чтобы ягодка получилась плотненько и дырочка закрылась. Обычно хватает 60-62 столбика. Особенно в конце провязывая столбики старайтесь их укладывать близко друг к другу, чтобы ягодка была красивой. 57 58 59 У меня уже дырочка закрылась. Мне достаточно было 60 столбиков. Еле протягивается крючок 60 столбиков. И вот у нас одна из маленьких ягодок готова. Ниточку просто обрезаете и протягиваете в петельку и затягиваете. Заправляем хвостик в иголочку с большим ушком. И хвостик нитки прячем под витками нашей ягодки с изнаночной стороны. Делаем два-три стежка. И ягодка готова. Обрезаем нитку. У нас ягодка готова. Вот такая вот ягодка. Чтобы связать большую ягодку, Для начала мы будем вязать точно такую же маленькую. То есть она рассчитывается точно так же. 6 воздушных петель мы вяжем в начале. Просто она уже будет идти с некоторой интересной обвязкой. То есть начало у нас точно такое же. Я повторять не буду. 6 петель и 60 столбиков. 46 столбиков. 47. Я хочу вам показать, что старайтесь вот эти вот петельки чтобы у вас были не очень большие. 47. 48. А вот эти вот витки с другой стороны. Старайтесь, чтобы они укладывались близко друг к другу. Чтобы плотненько рядышком укладывались. Если 60 столбиков не хватило, чтобы закрылась дырочка. Добавляйте еще парочку. Тройку. Чтобы отверстие красиво закрылось. У нас с вами в ягодке 10 узелков. Получается один узелок в петельку делается, а одна пропускается. Поэтому нам желательно, чтобы здесь было около 20 петель получалось. Теперь приступаем уже непосредственно к вывязыванию вот этого вот красивого края из узелков. Итак, первая петля. Вот то есть мы довязали последний столбик. Все мы его закончили. Теперь работу не поворачиваем. Так же как мы ее держали к себе изнаночной стороной, так и держим. Вводим крючок в первую петлю за заднюю стеночку. То есть за дальнюю от себя. Вводим крючок. Вытягиваем петлю. Делаем накид. Вводим крючок в ту же самую петлю. Вытягиваем еще одну. Делаем снова накид. Вводим крючок в ту же самую петлю и вытягиваем еще одну. Итак, мы сделали с вами два накида и три раза вытянули петлю. Теперь берем рабочую нить и протягиваем через все петли на крючке. Вот так. Протянули. Видите, мне тяжело было протянуть. Значит, я слишком плотно наматывала на крючок ниточки. Теперь в следующую. Вот у нас получается как бы ниточка торчит из-под витков. Чтобы ее закрепить, мы в следующую петлю за одну петлю. Втягиваем нитку и делаем вот так вот соединительный столбик. Все. Сделали. Вот у нас один элемент готов. В следующую петлю вводим крючок и делаем вытягиваем накид. В ту же самую петлю вытянули накид. И третий раз вытянули с той же самой петли. Вот смотрите, я чуть-чуть постаралась побольше вытянуть. И теперь провязать этот элемент оказалось намного проще. То есть получается надо как бы чуть-чуть расслабить. И немножечко как бы чтобы рука привыкла это все вытягивать. И опять в следующую петлю вводим крючок. И делаем вот такую вот соединительную петлю. Снова узелок. Из одной петли вытягиваем один, два, накид и три. Провязываем и соединительную петлю в следующую петлю. Провязали, да? Узелок в эту петлю делаем в одну петлю. Вытянули, накид, вытянули, накид и вытянули. Протягиваем через все петли и закрепляем в следующую петлю соединительной петлей. Вот таким вот образом вот такие вот узелочки мы вяжем до конца ряда. И у нас их должно получиться в круге 10 штук. Вот у нас с вами готово уже 9 узелочков. И делаем последний 10 узелочек в следующую петлю. Точно так же. Вытянули, накид, вытянули, накид. Из этой же петли третий раз вытянули. И протягиваем рабочую нить через все. И в последнюю петлю делаем соединительную петлю. Подхватили, протянули. Все у нас готово. Обрезаем ниточку. Протягиваем ее в петлю. Вдеваем хвостик нитки в иголочку с большим ушком. И закрепляем хвостик ниточки с изнанки. Просто вводим вот сюда первую петлю. Подтягиваем. И закрепляем несколькими стежками по изнаночной стороне нашей ягодки. Ягодка готова. Ниточку обрезаем. И вот смотрите, у нас готов наш маленький элемент. Смотрите, вот можно полюбоваться, что у нас с вами получилось. Вот большие ягодки. И вот маленькие. Вот этих вот больших ягодок нужно связать 16 штук. У нас будет 16 таких элементов. 8 левых и 8 правых. А этих пока что нужно 40 штук. По 5 на каждый цветочек. Вот в этом цветочке их 5 штук. Вот такие у нас с вами получились ягодки. С вами была Людмила Вдовиченко. Желаю вам творческих успехов. До свидания.